По поводу жилищного строительства. К сожалению, Петербургу угрожает одна из самых страшных бед, которая может быть с городом случится. Это я бы ее называл хорчевизацией дальнейшей. А хорчевизация состоит в том, что в настоящий момент строятся дома с так называемыми квартирами-студиями. В отдельных домах, в домах новых. Количество квартир-студий составляет 80%. Ну, вот, например, рядом здесь строится жилой комплекс моря на территории Балтийской жемчужины. Я посмотрел, там действительно порядка 80% студий в корпусах. В отдельных таких тоже взятых. Что такое студия? Студия, когда у тебя дверь, там дальше совмещенный санузел и одно большое пространство. Стандартная студия в море 24 метра. Там санузел 4 метра, получается порядка 20 метров. То есть, ребят, там и прихожая, там у тебя и комната, там у тебя и кухня. И все это вместе, 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 вместе взятое. Вот такая ситуация со студией. Людей, очень можно их понять, на самом деле, застройщиков. Именно эти студии, поскольку они лучше всего продаются. Метраж маленький, за них можно поставить большие деньги, и она будет продана. Ну, это то самое количество жилья, которое, если оно будет построено очень-очень много, то нам будет всем на самом деле через 10, через 20 лет достаточно плохо. Ну, это, например, место, где невозможно завести ребенка. Ну, как вы представляете, это новая хрущевка, это новая коммуналка, это непонятно что такое. И городскими авторитетами, при этом губернаторе, предлагалось запретить строительство студии. Но все против, потому что чем же будут питаться строители, если не будет студия? Ведь вся квартира будет дороже. Я предлагаю некий другой компромисс. Он состоит в том, что мы должны запретить продажу квартиры без места в подземном паркнике. Мы, ни одна строительная компания не может иметь права продать квартиру кому-либо, если в нее в стоимость не входит место в подземном паркнике. К чему это тут же приведет? Это к тому же приведет, что трехкомнатные квартиры будут выгоднее продавать, чем на студии. Почему? Да потому что место в паркнике на эту квартиру будет одно. Как и на студии тоже одно. И студии, как таковые, чисто экономическим принуждением, они перестанут быть актуальны на рынке. И будет выгодно продавать одно двухкомнатные квартиры и гонять на них цену, чем пытаться продать вот эти самые несчастные студии. Потому что безумное количество студий, которые выбрасывают настоящими на рынок, это подкоп под будущие петербуржцы. Где-то дома, в которых людям предстоит 50-100 лет жить. Вот в эти самые, без прихожей, без кухни, без всего по 24 метра. Вот такое предложение. То есть оно состоит в том, что мы должны принципиально запретить продавать и строить новое жилье в квартирах, в которых стоимость квартиры не включено места в паркнике. Не должно быть. То есть одна квартира, одно место. Обязательно. И это резко, я думаю, улучшит ситуацию с обеспеченностью подземными гаражами. А что они с ними будут делать, это не важно. Может, там картошку будут хранить или еще что-то. Или велосипед там, вот, правнучки ставить, или что-либо еще. И людям сдавать. Вот такое вот... Сколько квартир в этом дали? Тысяча. Да, как ты представляешь паркинг на тысячи автомобилей? Вау, ферментарно. Скольки этажные паркинг? Двух. Двух по периметру всего дома. Ну, во-первых, у нас и так народ бедный. И стоимость у меня и так дорогой, а она... 66 умножь на 10. Да нет, ну что вы говорите-то вообще? Какой это 10? Кто у тебя эту ерунду, эту цену придумал? Что это так? На 20. Вот тебе попробуй увеличить объем, который ты занимаешься. 20 на 20 тебе... Множь на 20. Это еще один дом. Нет. Это еще один дом. Ты же по площади смотри. Получается, что тебе надо... Чтобы на 10 увеличить, сколько этажа 2, да? То трижды... Значит, это тебе... Тем более, это въезд, съезд. Ну что, это в три раза увеличить размер. Там не более 20 квадратных метров на машине. То есть, это еще один дом? Не дом, это двухэтажный парень по периметру всего дома. Ну, это детям заниматься надо. Тебе... У тебя же ситуация какова? Что ты подаешь людям маленькую коробочку, а потом... А это проблема человека? Нет, потом вокруг дома. А потом они съедают общественное пространство других домов, других людей, других. Они ухудшают качество жилья людям, которые... Своей жизни и соседей. То есть, это... И вместе с этим они получают эту самую несчастную студию. Так, подождите. Вы хотите сохранить свое статус-кво, и другим не позволить жить другим. Почему? Нет, подождите. Это естественно значит, любой человек сохраняет, значит... Естественно, каждая квартира должна быть обеспечена одним из компаний. Это одновременно убьет это безумное свидетельство студии. Вообще, никакого отношения к этому не имеют. Так, а что это действительно? Твоя проблема. Купил машину, твоя проблема. Как хочешь с ней делать. Нет, нет. Это ваша... Чего хочешь с ней делать? Вот так нельзя... Есть общественный транспорт, есть дороги общего пользования. У тебя есть некоторые... Не влезаешь, стой в пробках. У тебя есть некоторые проблемы. Есть машина, хочешь с ней пробках, стой в пробках. Твои проблемы. Санитарные требования, инсанятции. Нельзя. А у вас где нет машины, они что обязаны, что ли? Вы неправда. Это... Нет, нет. Все цены свободны. Может, хочешь покупать, пожалуйста. Купил с той в пробке. Нет. Не вймуешь стоять в пробке. И спальку шку-то дома. Подожди, хорошо. В этом состоит разумность, что надо учесть интересы всех людей. Да. Интерес всех людей учесть невозможность. Ну как невозможность? В этом состоит разумность. Есть свобода выбора. Свобода выбора. Я хочу, что хочу, то я выбираю. Но это не свобода выбора, это свобода произвола. Редактор с человеком «Строителей» предлагает, есть некий экономическая ситуация, определенная экономическая ситуация в стране. Если выгоду строите – это значит ф �' ― Ну, мы же живем, извините меня, в обществе, где свободно экономически. А я тебе хочу сказать, что у нас это дело связано с эксплуатацией невосполнимого ресурса, то есть инфраструктурой города. Поэтому к ней надо относиться чрезвычайно бережно. Для этого можно разрушать все эти полуразрушенные здания, которые нафиг никому не нужны, называемые историческими. И строить 4500-метровые башни, где люди могут спокойно жить и работать, а то встали вот против. Вот нет, мы будем жить в этих хрущевках двухэтажных, но никому не дадим построить эту башню. Не будем наш город развивать, будем жить в этом дерьме, в гниющем. Но зато у нас будет исторический город. Нет, ну вы все правильно говорите, понимаете? А через 10 лет мы все провалимся под землю, в этих полуразрушенных исторических зданиях. Нет, но надо вот эту проблему решать. То есть проблема комплекса, тем более, в такой большой город, как Санкт-Петербург. Ничего не большой город, маленький городок, всего 5 миллионов. По сравнению с остальными городами Европы, там и вообще просто деревня. А с какими, скажи, с какими? Сколько в Париже живем? В Париже, ну, в Большом Париже всего 25 миллионов человек. Всего 25 раз больше, чем Панк-Петербург. А в Париже, ты не поверишь, 2,5 миллиона. Собственно Париж. Это площадь Парижа, по сравнению с Станкт-Петербург. Это так называемый Париж, как это. Ну вот, было слышно, это эльферевая башня, и плюс 2,5 миллиона. Извини меня. Нет, 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 нет. Там не может на таком пространстве 2,5 миллиона. Нет, а там... Площадь такая же, большая. А Нью-Йорк? 8 миллионов человек. Это только центр, наверное, Нью-Йорк. Но мы же не в Европе. Какая разница, где? Да нет, ну подожди. Принципиально где? В Владимире. Это мы тут живем от того, что, так сказать, когда Петр Первый построил эти одноэтажные хрущобы. Теперь мы их пытаемся сохранить. Володь, мы же говорили о комплексности. Как город будет деньги зарабатывать? В частности, он может деньги зарабатывать за счет туристов. Правильно? Если мы уничтожим историческую часть города, у нас привлекательный... Смотри, говорю про историческую часть города, но она не должна быть весь город. Нет, она не должна быть весь город. И на речке, а часть Петербурга, это, не знаю, там 10-20 домов, по большому счету. Я давно говорю, что надо пытаться сохранить... Я могу понять, что, если вы не родились в этом городе, так сказать... Нет, они не 10-20. Все, все родились, не родились. Почему? Я лутри... Тысячи домов. Ну я лутрирую, конечно, я не говорю, что... Нет, но у нас есть Невский проспект и весь Невский проспект, собственно, историческая часть города. Вот и все. Но там, может, еще и какой-то? Там обычные хрущевы, ну не хрущевы, но те дома, в которых живут просто короткие, никому не нужные. Ну оставьте бы этот Каменностовский проспект, пожалуйста, никто не спорит. Так а дальше что мешает строить? Хоть 300-метровые башни. Вы же смотрите на эти дома, а не на эти башни. С ними проблемы опять-таки, проблемы от транспортной структуры. Транспортная структура, метро. Метро, общественный транспорт, пожалуйста, никаких проблем. Да нет. Но вы... Велосипеды, пожалуйста, велосипеды, чем плохо? Вы не занимались проблемами урбанистики, проблемами города. То есть вы говорите это, но и близко нет. В чем, в чем, в чем, в чем? Аргументы против? Вот нет. Давайте сохраним хрущевы, давайте сохраним разваливающееся здание, но зато будем бить себя в грудь, вот мы исторические это самое. Да нафиг мы никому не нужны. Иностранцы сюда не приезжают не потому, что это самое, а потому, что у нас нет здесь инфраструктуры, где они могли бы жить. Гостиницы. Им нужна хорошая гостиница, им нужны чистые, грубо говоря, кровати и нормальные рестораны, где можно поесть, попить, иметь доступ к вай-фаю и к всему остальному. Не нужны им эти развалины. Ну вот, да. Давайте вот... То есть позиция ясно высказана, да? Вот я вам экскурсию в Сосновом поляне проведу. И вы увидите, что у нас очень большой город. И много действительно архитектурных, художественных ансамблей, да? И действительно, вот можно сравнить, и тут, конечно, есть компромисс, ну, как компромисс или взаимопонимание разных слоев населения, разных групп, в том числе возрастных, что да, что является исторической, что не исторической. На сегодняшний момент, значит, у нас, это, значит, было принято в каком-нибудь 88-м или 98-м году, я забыл, значит, часть территории Санкт-Петербурга, она, это территория Гавурина, она внесена в реестр ЮНЕСКО. Значит, вариант какой? Мы, значит, можем сказать, что мы эту территорию не сохраняем, и мы, значит, встаем еще раз на очередь в ЮНЕСКО, чтобы, значит, там опять там, чего там они проделали и так далее. Значит, сейчас эта территория вот такая, какая-то, вот она большая, да, вот, где мы говорим, а там, да. Значит, с этой схемой спорные вопросы, значит, о зонах близлежащих, допустим, тот же там, Рейнбаумский дворец, а вместо там стрелянного Рейнбаумского дворцом, что там, значит, мы строим 400-м литровые башни, или, значит, есть какие-то буферные зоны, между ними должно быть какое-то архитектурное согласование. Значит, вот если принять, значит, вот эту утвержденную схему, сейчас мы по ЮНЕСКО, вот это, значит, остается вопрос открытых этих буферных зон. Что под этими буферными зонами? Понимать. Значит, и теперь, значит, насчет населения нашего города. Если вы посмотрите на карту Советского Союза, то, так сказать, обнаружите, что город Ленинград находится на одной широте с городом Магаданом. И вот эта, значит, широта, 60-е, Магадан южнее Ленинграда на пару минут географических. И вот эта широта как раз делит площадь территории Советского Союза на две равные части. Ленинград самый северный город мира. Самый северный город мира. И отсюда... Ну, в смысле, большой. Миллионник. Нету никакого города, больше миллиона севернее Ленинграда. Нету. И это надо знать. И плюс еще, значит, у нас чисто географические условия. У нас Нева. Вот эта протока, да, Нева, которая, собственно, не река, она разделяет. Лондон, как-то не северный? Это гораздо южнее. Посмотрите на карты. Это куча полезная. Потому что, вот кому говорить, что как это так, это Ленинград. Хорошо, это не принципиально. Ленинград. Но это абсолютно все проблемы, на самом деле. То есть, это комплексное... Ну, как зимой убирать снижение? Туризм, существо. А в том же Нью-Йорке снег бывает. Сутки выпадают гораздо больше, чем потянуть. Там он не выпадает или... Это вы почему-то... Я говорю, что проблему, значит, если вы говорите, мы привлекаем туристов, то любой турист поедет, значит, на какие-то исторические объекты смотреть. Значит, туристы в основном идут, по крайней мере, последние 20-30 лет, я знаю, сейчас не знаю, как совместить. Это США. США, значит, все США, площадь, кроме Аляски, находится все южнее Киева. Соответственно, теплее. В наш, где это плохой период, у нас от силы туристский сезон, ну, максимум, там, полтора месяца. Вот о чем речь. И, то есть, это все... Так нельзя сказать, что там, вот, там, построю отель, и все поедут. В октябре к нам, да, я никуда не поеду, там, это, ну, родившийся в Ленинграде. Или в марте, там. Так как раз вся проблема в том, что если будет хороший сервис, то поедут куда угодно. Нет, это ваше заблуждение. Но это факт. Ну, все зависит многое. Туризм многофакторный, промышленность, наука, все это многофакторный. Город специфический, да. Поэтому одним махом это не решается. Вот есть противник трамвайных путей, значит, что вот как они грохочут под окнами, да. Это действительно, это, я хочу сказать, что вот эти трамвайные пути, почему они 40 лет не отремонтированы? Если учесть, что последние 12 лет сыплется золотой дождь на них. Да, проблема не отремонтирована. Это, вот, принципиально не решаемая проблема. Почему? Принципиально не решаемая. Взять Шкаловский проспект, значит, вот это, при Матвиенко, там, это 5 лет назад, или сколько было, там проложили вот эти, ну, рельсы на резиновой подушке. А потом, значит, взяли спокойно эти рельсы закатали асфальтом, значит. Вот безумная трата денег. Матвиенко закатали, да. Или вот на решетке, значит, безумная проблема в том, что трамвай тихим не сделает. Не сделает, да. Не сделает. Принципиально. А литейный проспект там тоже так делали? А, да, так же делали. А там право ходят, я даже не знаю. Кстати, ходят ли там трамвай? Ходят там трамвай? Нет, нет, нет. Мне кажется, что троллейбусы я видел, а в трамвай. А, не ходят, не ходят, конечно. А, так же на рельсы. Как они будут ходить, если в районе площади Восстания там, с вами, пути нет? Грязные рельсы лежат на литейном, да? Да, да, не ходят. То есть это вот из серии вот этих глупостей, потому что особенно с железной дорогой, что такое трамвай? Это железная дорога? Городская. У тебя железная дорога прямо под окном, да? То есть это говорить, это... То есть не надо было понимать вот этих решений. То есть я так. Нет, ну как, вот я и граф был, это чемпионом, значит, по... Принципиально было неправильное решение развивать эти дороги трамвайные. Конечно, вы... Нет, ну в свое время они даже исполняли... Ну, начало 20-го века было нормально. Конечно, конечно. Вопрос же идет о том, что просто они устарели. А потом, если вы посмотрите, в 20-30-х годах все большие, развитые города, мира, трамвайных путей сбавились. В Париже... А сейчас пошел второй, значит, вот в конце того, в этом тысячелетии, пошло, значит, вот в Западной Европе, значит, в связи с улучшением экологической ситуации, развитие трамвайных путей. Ну, оно уже закончилось. Оно пошло немножко. Ну, может. С 90-х годов до начала, до начала этого, как принято с Аркейс, оно закончилось, и... Это уже более технологичная перспектива строить электромобили, а не пускать трамвайные путей. Ну, может быть, конечно. Да, но... Ольга, пошла другая тенденция, у них трамвай очень специфический. У них трамвай на резиновых колесах. И метро на резиновых колесах. Как в этом? То есть решить технически эти проблемы, значит, да, с точки зрения экологической составляющей, то, что вы говорите, да, действительно, все это прекрасно. То есть можно сказать, что это было бы правильно, но за годы, значит, у путинского управления, значит, все разговоры про экологию у нас прекращены в стране. А экологическая ситуация значительно улучшается из каждого года. И при таком шумовой нагрузке из-за трамвая... У нас более миллиона... Любой бы нормальный, если бы экологии следили, он был бы закрыт в тот же час. У нас более миллиона людей в Ленинграде живет в этом шумовом шуме, то есть с нарушением шумовых условий. Это сейчас, вот. И ничего для этого не делается. Вот мы живем это в этом городе, да, ой, в смысле, вот в этом месте, да, вот трамвай, и у нас мы проблема, значит, не можем окно открыть. Чего тут такое? Мы не на свечном переломке. Так это, как говорится, трамвай нужно закрыть. Не нужно... Ну, правильно, можно все до основания расломать, а затем, что затем? Новый мир построил. ВНТ построил, я и говорю. Субтитры создавал DimaTorzok